Просыпайся, Северная столица! Это утро в Петербурге. Николай Растворцев и Марина Виковахонская в студии. Спасайте ваши денежки! С такой псевдозаботой раздается голос в телефонные трубки. Якобы по вашей доверенности честно заработанные вами средства вот-вот утекут в неизвестном направлении или куда хуже. Все по тому же документу. Ваше жилье может быть продано. Чтобы не потерять деньги, переведите их на безопасный счет. Так звучит сегодня новая легенда телефонных мошенников. Любой профессионал скажет, главное в этом случае сохранять спокойствие и бдительность. А вот какими должны быть следующие шаги, знает юрист Дмитрий Хромцов. Дмитрий, здравствуйте! Доброе утро! Ну что, легенда озвучена? Да, пульс особо впечатлительных взлетел до небес. Какие наши действия будут верными в данной ситуации? Смотрите, ну, что хотел бы сказать сначала. Не любой банковский сотрудник, который вам позвонит, либо кто-то еще, по телефону точно не будет вас предупреждать о тех или иных мошеннических действиях, которые собираются совершить в отношении ваших счетов, вашего имущества, вашей недвижимости. Поэтому здесь стоит... То есть это сразу нет? Здесь точно сразу по телефону нет. Если мы говорим о том, что есть несколько видов мошенничества. Сейчас вот хотелось бы, наверное, поделиться всем с телезрителями о том, что сейчас очень распространены мошенничества в отношении пожилых граждан и в отношении их имущества. Сейчас очень распространена схема по работе правоохранительных органов. Звонят мошенники и предлагают пожилым людям поучаствовать в выявлении тех или иных преступников, мошенников. А наши бдительные пенсионеры всегда готовы помочь. Бдительные пенсионеры готовы помочь, конечно, сотрудникам. Есть несколько случаев, могу рассказать из практики. То есть есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге есть такие случаи. Например, иногда время, срок обработки, так называемый, таких граждан достигает до полугода. Они могут начинаться с перевода денежных средств на безопасные счета. Дальше мошеннические действия в отношении их недвижимости. Хотелось бы рассказать интересный случай. Естественно, не называя никаких имен. Предлагают поучаствовать в выявлении схемы выявления черных риэлторов. Находят одиноких пенсионеров, звонят им и предлагают обратиться им для продажи своего объекта недвижимости в агентство недвижимости. То есть на живца. На живца. И то есть пенсионер сам приходит в агентство недвижимости и говорит, хочу продать свою квартиру. Думаешь, он Джеймс Бонд, как минимум. Все. Прорабатывает всю схему, находит покупателя. Агентство недвижимости не подозревает о том, что оно участвует в мошеннической схеме третьих лиц. Действительно продает квартиру пенсионера. Находит действительно хорошего покупателя, который честно платит свои деньги. Пенсионер их получает. Действительно, покупатель становится новым собственником. Потом пенсионер отправляет эти денежные средства на счета для подтверждения, выявления всей этой преступной схемы, как ему говорят. И остается и без квартиры, и без денег. А что касается нашей легенды про доверенность. Да, про доверенность. Можно ли по доверенности продать квартиру? Ну, то есть, если действительно на тебя вот что-то вот нотариальное шлюп сделали. Естественно, якобы, да, мы говорим, потому что ни один нотариус, будь он честным нотариусом, да, будем говорить, а мы все априори верим, что нотариусы честны, естественно, не выдаст никакую доверенность на третье лицо, да, там, в отношении какого-то гражданина. Поэтому мы говорим, что такую доверенность мы можем проверить. Но проверить мы ее можем только имея некие реквизиты этой доверенности. Если мы говорим про, начиная там до 29 декабря 2020 года, у нас это были просто реквизиты, которые содержатся в доверенности, это дата, регистрационный номер, потому что любой нотариальный документ вносится в регистр, да, регистрационную книгу у нотариуса. И на сайте Федеральной Нотариальной Палаты мы можем этот документ проверить. После 29 декабря на этих документах еще содержится QR-кода. Да, мы там, страна хорошо цифровизированная, поэтому мы можем точно так же по этому QR-коду перейти точно так же на сайт Федеральной Нотариальной Палаты и проверить этот документ. Но, опять же, если нам звонят и говорят, что выдана доверенность, никаких данных не предоставляют, да, мы точно должны понимать, что верить этим людям нельзя, и такой документ быть выдан не может быть. В принципе, без нашего ведома. А мы можем вот на этих людей, которые звонят, и как вообще это сделать физически, технически, написать заявление, чтобы они больше другим не звонили? Заявление мы можем написать. На что мы тут должны жаловаться? Что вот мне тут звонят и какую-то чушь несут? Угрожают потерей? Слушайте, ну, мы можем написать заявление, да, в органы внутренних дел, да, в органы полиции о том, что у нас есть подозрение о том, что с этих телефонного номера совершаются мошеннические действия. Да, будет проведена проверка, но, скорее всего, конечно, мы понимаем, что эти номера телефона мошенники меняются с такой скоростью, что наши действия не помогут привести к чему-то там, соответственно, чтобы заблокировать дальнейшее совершение преступления. Дмитрий, вы очень интересную историю рассказали по поводу того, как пенсионеры участвуют в схемах с якобы черными риэлторами. С доверенностью тоже есть свои опасения. Если вдруг человек все-таки повелся, да, или даже прямо сейчас понял, что он участвует, что-то может терять или потеряет? Вы, как юрист, что можете сказать? Есть ли хоть какой-то шанс вернуть, например, в вашей истории квартиру или деньги в нашем случае с доверенностью, если кто-то перевел какие-то деньги, чтобы что-то не... Понятно, да, заявление в полицию, но вот дальше, по вашей практике? Слушайте, ну, здесь заявление в полицию мы прорабатываем, заводится уголовное дело, прям, да, там, с дедушкой с этим то же самое. Здесь можно попробовать вернуть через суд, конечно, свою недвижимость в связи с мошенническими действиями в отношении квартиры, но гарантии, да, у нас право непрецедентное, к сожалению, да, каждый случай рассматривается индивидуально. Но это очень долгий, длительный процесс, поэтому в рамках гражданского судопроизводства это можно сделать. Но здесь мы понимаем, что у нас покупатель, тот, который является добросовестным, попадает на то, что он лишится недвижимости в этом случае, даже если мы поможем вернуть недвижимость, там, в нашем случае данному дедушке. Дедушке, то кто вернет деньги? То, кто вернет деньги покупателю, но у нас есть такой институт, как добросовестный покупатель, и если мы докажем в суде, что покупатель являлся добросовестным, то у нас государство может возместить данную денежную сумму. А два слова буквально, что это за институт, потому что, возможно, кто-то попадал... В федеральном законе были приняты поправки, если не ошибаюсь, это 2020 год, и если мы в суде доказываем свою добросовестность, что мы являлись добросовестными покупателями, предусмотрели все негативные последствия, которые могли бы возникнуть в сделке, то государство обязуется нам возместить сумму нашей сделки. Дмитрий, благодарим вас за столь профессиональный взгляд и полезные актуальные советы. Всем, увы, мошенники могут дозвониться до каждого, и нам с Машей хочется, чтобы вы, уважаемые друзья, были бдительны, сохраняли спокойствие, не разговаривали с незнакомыми людьми. Такие советы нам и в детстве дают, ни с кем не разговаривали, дверь не открывали. Теперь мы даем их родителям. Бабушкам и дедушкам, потому что нам очень хочется, чтобы у вас все было хорошо.